Эти 18 кустарников подойдут как для небольших, так и для более просторных садов. А самое главное, они не требуют особого ухода. Обо всех тонкостях их несложного выращивания я расскажу через несколько минут. Монохромный сад – это один из модных трендов в ландшафтном дизайне, а монохром в белом цвете – просто писк моды. Расскажу, какие кустарники расцветают весной, а какие – летом, и поделюсь одним очень необычным видом спиреи, который мало кто знает. А еще кустарник, которому я отдала пальму первенства за длительную декоративность. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, ставьте колокольчик и давайте начинать! Условно разделим кустарники на весенние и летнецветущие. Начнем с тех, которые зацветают первыми. Итак, сирень. Сирень издавна разводят как ценное декоративное растение из-за разнообразной палитры и восхитительного аромата. Это нетребовательная культура, которая адаптирована к городской среде, она зимостойкая и выдерживает морозы до минус 30 градусов. Сирень не любит кислую почву и близко стоящие грунтовые воды. Ее можете посадить и в затененном месте, но на солнце цветение, конечно, будет более роскошным. Возьмите на заметку – обрезка кроны увеличивает количество цветков на будущий сезон. А сейчас белоснежные, белорозовые и белозеленые сорта. Мадам Лемуан, Галина Уланова, Жанна Дарк, Память о Колесникове, Амурская и Прим Роуз. Хочу обратить внимание на сорт сирени обыкновенной «Маленький принц». Это компактный невысокий кустарник, и взрослое растение достигает 1,6 метров в высоту. Во время цветения, замечу, что это немалый промежуток времени с мая до конца июня, куст сплошь покрыт кремово-белыми метелками с крупными и простыми цветками. Сорт подойдет для тех, у кого маленький участок и не хватает места под посадку обычного куста сирени. Дейция. Видов и сортов дейции самое множество. Сейчас поделюсь тем, который украсит ваш сад весной. Это дейция лемуана. Он считается одним из самых устойчивых видов. Цветет обильно снежно-белыми цветками и в высоту достигает 2 метров. Зима стойкая, быстро восстанавливается. И цветение продолжается 20 дней, с мая по июнь. Рекомендую сорт Бульденеш. Полтора метра в высоту, с белыми цветками до полутора сантиметров в диаметре. Дейция предпочитает плодородную, умеренно влажную почву и прямые солнечные лучи. При правильном уходе эта восточная красавица будет одним из лучших украшений вашего сада. Пару слов про уход. Зимой дейция нуждается в легком сухом укрытии и укрытии снегом. Весной-осенью слой мульчи под растением должен быть не менее 5 сантиметров. Магнолия звездчатая. Да, вы сейчас скажете, что она только на юге растет. На самом деле нет. Это достаточно устойчивый вид и он способен выдерживать морозы ниже минус 30 градусов. У магнолии этого вида, вполне оправдывая свое название, цветки имеют форму звезды, а листья удлиненные и такие узкоэллиптические. Это одна из самых раннецветущих и зимостойких магнолий. Она радует распустившимися цветками с конца марта по апрель. Соцветия с приятным ароматом. Чаще всего они белоснежные, но могут быть бледно или насыщенно розовыми и желтоватыми. Количество лепестков в соцветии может достигать 40 штук. Популярные сорта магнолии звездчатой. Это Royal Star с белыми лепестками и Gold Star с кремовыми. Есть еще магнолия Cobus, но она менее зимостойка и выдерживает морозы до минус 28 градусов. Цветение этого дерева выпадает на апрель-май. В этот период в вашем саду будет витать аппетитный аромат лимона и ванилия. Еще одна отличительная особенность этой магнолии – интересный оттенок коры. Местами серебристый, местами темно-бурый, а кое-где оливковый. Пишите в комментариях, кто такой же любитель магнолии, как и я. Дорогие садоводы, я к вам с отличной новостью. У нас близится сезон посадок. Конечно, всегда хочется очень много чего. Я уверена, что вы подготовили свои списки. И я, конечно, к вам с приятнейшей новостью. Мы запустили рассрочку до 12 месяцев на растения. Сажайте сразу, оплатите, когда вырастут. Выбирайте растения на любую сумму. Менеджер поможет вам подобрать удобную рассрочку. И оформить ее можно онлайн или в нашем офисе. Желаю вам приятных посадок. И все подробности читайте по ссылке под этим видео. Переходим к одному из самых устойчивых кустарников, который, ну, точно должен быть в каждом саду. Барабанная дробь. Можете написать пока в комментарии свои предположения, что это. Ну, конечно же, это спирея. Спиреи по своим характеристикам очень завидные растения. Почему? Сейчас я вам расскажу. Родные места для них – это северная полушария, лесотундровая, лесная, лесостепная и полупустынная зоны. Об их устойчивости говорит уже то, что несколько видов вполне успешно растут в ботаническом саду Кировска на Кольском полуострове. За полярным кругом. Поэтому они, конечно же, попадают в наш список. Помимо невероятной стойкости, от нее невозможно оторвать взгляд во время цветения. Растение неприхотливо, любит солнечный свет, может расти в полутени. Любит хороший полив и рыхлый грунт. Спиреи подразделяют на две группы – весенний и летний цветущий. У первых цветение, как правило, происходит на побегах предыдущего года и цветки белой окраски. У цветущих летом цветки розовые, красные, малиновые, и цветут они на побегах нынешнего года. Большое количество самых разнообразных сортов спиреи позволяет при умелом подборе добиться их непрерывного цветения с весны до глубокой осени. Да, действительно, можете создать сад только из одной спиреи. Спирею серую грейвшейм сменяет спирея вангута, после нее сразу зацветает японская, а далее березолистная, дугласа и японские. Такое деление на две группы нашло отражение также и в агротехнике ухода за ними. Цветущие весной спиреи обрезают сразу же после цветения, а цветущие летом – только весной. Разновидности спиреи со светлым цветением. Итак, это те, которые цветут весной. Спирея серая, и ее очень популярный сорт – грейвшейм. Все спиреи отлично поддаются стрижке, хорошо растут и могут использоваться для создания живых изгородей разной формы и размера. Отлично также будет смотреться спирея как солитер. Вы, кстати, часто пишите в комментариях, что я неправильно произношу слова, за что я вам, конечно, безумно благодарна. И вот слово солитер я так и не поняла, как правильно – солитер или солитер. Но точно не солитер, как некоторые писали, потому что это уже совсем не про какую-то единицу отдельную, которая растет в саду. Итак, когда спиреи вырастут, они станут главным украшением сада во время цветения, поэтому не стоит прятать ее на дальний план. Спирея грейвшейм цветет более 45 дней – в мае-июне. Спирея вангутта – это один из самых обильно и эффектно цветущих видов спиреи. Высоту достигает до 2 метров. И зона зимостойкости соответствует 3-й, 8-й. Представляете, это позволяет выращивать спирею вангутту на всей европейской части России. На севере до северной полосы. Бывает такое, что в очень холодных регионах подмерзают концы побегов, но весной их можно просто обрезать. Светение у нее длится несколько недель. И еще я хочу сказать, что у вангутты бывает иногда вторичное цветение в августе, но оно не такое обильное. Спирея японская зацветает в первый месяц лета и цветет примерно 15-25 дней. Она отличается тоже обильным цветением и компактным строением кроны. Она эффектна в одиночных посадках и очень любит цвет. Живет долго – от 30 до 50 лет. Самые популярные сорта, по мнению садоводов, – Snow Mount и Halward Silver. Оргутта очень похожа на предыдущие сорта спирея. Она также относится к весеннецветущим и не требует особого ухода, а также укрытия на зиму тоже не требует. На одном месте без пересадки может расти много лет. Цветет красиво, обильно каждый год на побегах прошлого года, поэтому обрезать ее нужно сразу после цветения. Дубровколистная спирея зацветает раньше, чем другие, поэтому она популярный житель приусадебных участков. Но особо красивая, по мнению садоводов, спирея – кантонская ланцеата. Ее кусты высотой до полутора метров с красиво поникающими изогнутыми ветвями и множеством пышных соцветий. Я, честно говоря, тут полностью согласна. Потому что особый шарм придают ее крупные махровые цветы. Цветение у нее начинается в июне и длится на протяжении месяца. Ни с чем не сравнится ее внешний вид, но есть один нюанс. Этот вид, в отличие от предыдущих, предпочитает сады с более мягким климатом. В холодных регионах потребуется высокое эмульчирование приствольного круга и укрытие. Ну, как минимум на первые годы после посадки. К летнецветущим относят спирею белую. Она цветет с июля и до августа. И спирею березолистную, которая зацветает в июне. Осенью ее листья приобретают ярко-желтую окраску. Боярышник. Его часто используют как живую изгородь, так как он крупный и сохраняет декоративность долгий год. Ближе к осени на нем появляются красные ягоды. Произрастает как в северных, так и в южных регионах нашей страны. Боярышник цветет белыми цветами весной, в мае. Есть поздние июньские сорта. Цветки у него мелкие и собраны в крупные соцветия. Подходящие сорта боярышника для белого сада. Однопестичный, сибирский или кровавокрасный, перистонадрезанный, полумягкий, вееровидный и дугласа. Дорогие зрители, мне бы хотелось с вами поделиться одной очень важной информацией, про которую мы не рассказывали никому. Дело в том, что на протяжении пяти лет Экоплан сотрудничает с фондом Хабенского и примерно раз в год мы перечисляем туда определенную сумму. Сейчас было принято очень важное решение и мы хотим о нем сообщить, что мы хотим приобщить всех, всех, кто смотрит это видео, всех, кто сейчас это видит, всех, кто смотрит наш канал, подписан на наш канал, чтобы вы приобщились с нами к общему делу благотворительности. И мы решили, что за каждого подписчика мы будем перечислять в фонд Хабенского 1 рубль. Вы можете сказать, что да, это очень незначительная сумма, но каждый рубль важен, особенно в благотворительности. Если вы неравнодушны, если вы готовы поддержать и вместе с нами делать доброе дело, нажмите кнопку подписаться. Сейчас у нас на канале за февраль прибавилось 57 тысяч подписчиков. Мы уже готовы перечислить эту сумму денег в фонд Хабенского. Каждые 3 месяца мы будем смотреть, сколько подписчиков прибавилось у нас новых на канале и перечислим эту сумму в фонд благотворительный Хабенского. Об этом мы, конечно же, расскажем в наших социальных сетях, поэтому тоже подписывайтесь на наши телеграм-каналы, на все социальные сети, которые у нас есть в компании Каплант. Они все будут по ссылке под этим видео в описании. Смотрите, заходите и делайте добрые дела вместе с Каплантом. Я благодарю всех, кто откликнется на нашу просьбу и будет помогать нам в фонду Хабенского. Теперь вашему вниманию безумно красивое, малоизвестное коллекционное растение – это фортигила. В наших условиях относительно зимостойкая, выдерживая температуру до минус 25 градусов. Честно говоря, не могла не включить ее в этот список, потому что очень уж необычное цветение. В наших садах она встречается очень редко, но если вы увидите ее однажды, вы удивитесь и запомните ее. Это медленно растущий кустарник, который достигает полутора-двух метров в высоту. У нее светлые, белые или слегка кремовые цветки, которые появляются в апреле-майе вместе с появлением листвы. По внешнему виду они напоминают скорее ершик для мытья бутылок. Соцветия декоративны благодаря своим длинным тычинкам, которые еще и пахнут медом. Цветение достаточно обильное, а плоды практически незаметны. Летом листья ничем не примечательны, зато осенью это растение действительно превращается в королеву сада. Иногда складывается такое впечатление, что по саду прошелся художник с красками, да, действительно. Окрасил листву фортигилы в желтый цвет, потом такой, нет, передумал, начал перекрашивать сверху в красный, и так мазками, где достал, там и покрасил. Честно, необычное эффектное зрелище. Кустарник зацветает рано, с апреля по май, в течение нескольких недель. Черемуха. О ней, конечно же, сложено много песен, и не каждый готов посадить ее на своем участке из-за множества примет. Но не секрет, что черемуха отличный синоптик. Самая распространенная примета гласит, что когда черемуха начинает свисти, происходит похолодание. А по длительности и обильности цветения определяют, каким будет лето. Чем больше цветков, тем более прохладным будет лето. Но чем дольше цветет черемуха, тем благоприятнее прогноз. Из наиболее интересных декоративных могу выделить черемуху обыкновенную Альберти и черемуху обыкновенную Плена. Еще черемуха обыкновенная Ватерери. Для тех, кто не любит сильный аромат, можно посадить черемуху маака. Как правило, в Подмосковье она начинает свисти в ранние весенние сроки. Самое раннее цветение черемухи наблюдается в первых числах мая. Самое позднее приходится на последние числа. Хорошо известны случаи, когда черемуха цветет в марте или апреле, а также бывает сдвиг цветения на июнь. У кого есть черемуха на участке, пишите в комментариях. Теперь переходим в лето. В конце весны-начале лета зацветают рододендроны. Одни из самых любимых моих кустарников. Кстати, у рододендронов есть один нюанс, и вы можете его увидеть в видео, которое я оставлю по ссылке под этим, либо в правом верхнем углу. Из сортов со светлым цветением можно выделить гибридные. Сорт White Lights. Во время цветения издает сильный аромат со сладковатым оттенком. Его огромные цветки не могут не привлечь внимания своими размерами, формой и способностью менять окрас лепестков. Растет быстро, достигая полутора метров в высоту. Стебли у него прямостоячие и порадуют цветением вас в мае-июне. Peter Tigerstedt. Этот рододендрон зацветет в конце мая-начале июня. Сорт морозоустойчивый, не боится холодов до минус 36 градусов. Кустарник достигает высоту и ширину полутора метров. Давайте поговорим, где их лучше сажать. В условиях Подмосковья лучшим местом будет легкая ажурная полутень в течение половины дня и полдня прямого света. В полутени и тени плохо будут свисти. Лучшие почвы для этого кустарника должны быть легкие, хорошо дренированные, влагоемкие, богатые гумусом, безозвездковые. По мнению садоводов, лучшее время для посадки – ранняя весна, но возможны и посадки в середине сентября. Посадочная яма должна быть в 2-3 раза шире и в 2 раза глубже корневого кома растения. Если хотите купить рододендрон, то также заходите в наши каталоги по ссылкам в описании, узнайте цену на разные размеры, чтобы успеть с посадкой. Продолжим. Сейчас, конечно же, на очереди королева сада. Здесь есть два варианта. Обычно королевой сада называют либо розу, либо гортензию. Сейчас я хочу сказать вам, конечно же, про гортензию. Моя любимица, если честно. Мне кажется, в каждый сад ее точно нужно посадить. При том, что они на самом деле очень неприхотливые. У нас есть целое видео, посвященное сортам разных гортензий. Переходите, смотрите. Чаще всего выбирают гортензию метельчатую и древовидную, если говорить о малоуходности и более суровом климате. Конечно, на юге можно выращивать еще и крупнолистную. Метельчатая представляет собой зимостойкий и неприхотливый куст. Цветение этого вида обильно и продолжительно с июня до осени. Гортензия метельчатая не нуждается в дополнительном укрытии и частых поливах. Формирующая обрезка – немаловажное условие для обильного цветения. Какие же сорта будут цвести белым? Это грандифлора, киушу, матильда, лаймлайт и флорибунда. Гортензия древовидная, хорошо приживается на севере, цветет с июня до поздней осени, морозостойко и неприхотливо. Необходимы хорошие подкормки, солнечный свет и достаточный полив. На зиму нужно корни укрыть и при необходимости сделать защиту с северной стороны. Здесь сорта с белыми соцветиями будут Аннабель, Стерилис, Хаистер, Бёрст и Инкрэдибл. Про дейцию, которая цветет весной, мы уже поговорили, а теперь та, которая зацветает летом – дейция шершавая. Она очень красиво цветет и особо ценится за неприхотливость в уходе и завораживающий внешний вид. Цветение обычно с июля до августа и продолжается 20-25 дней. Особо привлекательным будет сорт с махровыми цветами Кандиссимо. Он отличается крупными размерами, его высота может достигать 3 метров. Поэтому, когда высаживаете, обязательно учитывайте этот параметр. Очень красивый вид дейция великолепная. Это крупные до 3 сантиметров ослепительно белые цветки, собранные в соцветия зонтики. Они очень ажурные и изящные. Пользуется успехом дейция великолепная с махровыми цветками. По отзывам садоводов говорят, что кустарник лучше высаживать весной. Именно это время года оптимально для нормального развития корневой системы. В зависимости от климатических особенностей региона растения необходимо укрывать на зиму. Обычно это мероприятие в северных регионах начинается в сентябре. В Центральной России процедуру проводят в середине октября, а на юге можно отложить подобные работы до ноября. Калина обыкновенная или красная. Она растет по всей территории России и распускается в мае-июле. Может расти и в тени, но нужен хороший полив или влажное место. При минимальном уходе долго будет радовать вас цветением. В средней полосе России большим успехом пользуется сорт Бульденеш. Название пришло к нам из Франции и в переводе на русский означает «снежный шар». Диаметр соцветий достигает 15 сантиметров, а цветение столь роскошно и обильно, что ветви часто нуждаются в дополнительных опорах. Любителям ягод, несомненно, придется по вкусу сладкоплодная калина. Этот кустарник с белыми цветами цветет весной великолепными шапками. Вкус плодов нежный и сладкий и полностью оправдывает свое название. Еще один кустарник, который очень неприхотлив в уходе, это чубушник. Кустарник за белые цветки и аромат получил еще одно название – садовый жасмин. Чубушник теневынослив, но лучше всего цветет, если растет на солнечном месте. Обычно зацветает в середине лета, но встречаются и весеннецветущие сорта. Аромат чубушника похож на жасминовый, но на этом сходство двух культур заканчивается. Цветение продолжается с начала июня до середины лета. Хорошо переносят морозные зимы. Очень красиво смотрится в саду как в одиночной посадке, так и в различных композициях. Есть сорта с ярко выраженным ароматом, есть с едва уловимым и совсем без запаха. Чаще всего сажают как раз чубушник венечный с очень ароматными цветами. Лично я бы посадила все, что приятно пахнет. Если у вас есть любимые сорта, делитесь в комментариях. А я подобрала для вас следующие неприхотливые и устойчивые для средней полосы России. Махровые соцветия у Зои Космодемьянской, кремовые плотные махровые у сорта Жемчуг, Арктика и Лунный свет. У этих сортов слабо выражен аромат. А вот те, которые пахнут сильно. Ауреус, Воздушный десант, Снежная лавина, Бель-Этуаль и Алебастер. Следующий кустарник, который затмит по своему цветению королеву сада, это шиповник. Растение, честно говоря, не нуждается в особом представлении и, правда, его можно встретить повсюду. На дачном участке, в городском парке, на обычном газоне или в саду. Из многочисленных видов особенно ценится шиповник махровый. Его нежные яркие цветы по красоте не уступают садовым розам, согласитесь. Очень обильное живописное цветение начинается в мае и продолжается в течение полутора месяцев, а иногда бывает и дольше. Шиповник крайне неприхотлив и культивируется во всех зонах России, ну, за исключением полярного круга. Растение хорошо переносит зимы и жару, не любит застойных вод. Для посадки выбирайте солнечное место. А сейчас сорта с белым цветением. Альба-Мидиленд, Невада, плетистый айсберг, овал и победа. Снежноягодник. Здесь центром внимания будут именно ягоды, которые продолжают крепко держаться на веточках даже под слоем снега. Поэтому снежноягоднику, на мой взгляд, можно отдать пальму первенства за длительный период красоты. Цветки у него мелкие и особой красоты не блещут, окрашены в белый или бледно-розовый цвет. Особую устойчивость к нашему непростому климату показал снежноягодник белый. Именно о нем я и хочу рассказать. Это растение давно оценили по достоинству ландшафтные дизайнеры и широко его применяют для озеленения парков и скверов. Снежноягодник стойко переносит загазованность и довольствуется атмосферными осадками и скудным рационом городской почвы. Продолжает радовать при этом прохожих своей красотой. А если ваши заботливые руки дадут ему немного ухода, то снежноягодник точно подарит вам много своего внимания и преобразится до неузнаваемости. И сейчас вашему вниманию самый устойчивый кустарник с белыми листьями и, пожалуй, лучший выбор для многих ландшафтных задач. Малоуходный, красивый, устойчивый и декоративный не только летом, весной и осенью, но еще и зимой за счет своих стволов. Думаю, что многие догадались, что это дерен. Сорта конкретно с белыми прожилками это Elegantissima, Siberico variegata и Argento marginata. Они украсят любой сад и придадут нарядности. В июне на дерене появляются белые цветы, а осенью созревают белые ягоды, которые несъедобны. И еще несколько белоцветущих культур. Это бузина. Она, кстати, достаточно устойчива к морозам и выдерживает до минус 35 градусов. Это четвертая зона. Клематис и гибискус. Кстати, согласно описанию и отзывам садоводов, морозостойкость сирийского гибискуса до минус 30 градусов. И самое главное, хочу вам рассказать три плюса создания белого сада. Во-первых, белый сад это очень элегантное решение, которое подойдет для любого участка. Во-вторых, растения, которые имеют белые цветки или светлые листья, зрительно расширяют пространство. Возьмите этот прием себе на вооружение. Они отлично осветляют и все тенистые места в саду. В-третьих, можно создать беспрерывное цветение, если знать сроки цветения растений. И тогда ваш сад будет радовать с весны до осени. Не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им с подружкой, написать комментарий и, конечно же, подписаться на канал. Нам это очень важно. Я благодарю вас за просмотр, приятного дня и до новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok